За час до полуночи в аэропорту Курумыч журналисты, областной министр спорта Сергей Кобылянский и тренеры спортшколы готовятся встречать финалиста Токийской Олимпиады по современному пятиборью Александра Лифанова. На Олимпийских играх в Токио он показал десятый результат, но это хорошее достижение регионального спорта и отличный стимул развивать направление. Поэтому со следующих Олимпийских игр из Парижа Лифанов обязательно вернется с медалью, надеется министр спорта региона. В любом случае выступление Александра это шаг вперед, шаг вперед в его личном опыте, шаг вперед в развитии пятиборья, в развитии пятиборья в нашем регионе. Это достаточно интересный вид спорта, необходимо, наверное, ближе ознакомить жителей Самарского региона с этим видом и я думаю, что мы найдем талантов. В Самару Александр Лифанов в 11 вечера не вернулся. Из-за путаницы со временем вылета авиакомпаниями и аэропортами спортсмен опоздал на рейс. Поэтому впечатлениями поделился только тренер спортсмена Михаил Половинкин. Лифанову в каждом виде – фехтовании, конном спорте, плавании, беге и стрельбе – не хватило совсем чуть-чуть для победы. Причина – коронавирус, необычные условия тренировок, соревнований и проживания в Олимпийской деревне. В прошлом году атлет и сам боролся с болезнью. Санек переболел в конец ноября, в декабре немножко. Это уже осталась тяжесть с дыханием как бы обострилась. Ну и естественно то, что вот эти все новые, допустим, каждый день мы сдавали ПЦР. Тоже, конечно, это сказывается. И деревня закрытая была, никуда не выпускали. Коллеги Лифановы рассказали, Александр с самого детства проявлял характер бойца, привык только побеждать. И эта Олимпиада для него была своеобразной победой. Молодой спортсмен впервые выступал на этих играх и достойно показал себя среди именитых спортсменов. Спортсмен тоже максималист, так же, как и тренер. Мог лучше, потому что два месяца назад он был призером чемпионата мира. Поэтому мы надеялись тоже на более хороший результат. Потому что у него есть все шансы бороться за медали любого достоинства на любом уровне международном. И я думаю, у него есть еще, я думаю, не один успешный будет старт. Впереди у олимпийца Александра Лифанова небольшой отпуск. Затем работа над ошибками и возвращение к тренировкам. Не за горами чемпионат мира среди военнослужащих и Кубок Кремля. Кроме того, на Самарского самородка идет охота московских тренеров. Они не прочь заполучить себе в команду талантливого молодого спортсмена. Однако в областном Минспорте заинтересованы, чтобы Александр Лифанов продолжал защищать честь региона как на всероссийских, так и на международных соревнованиях. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.